Добрый вечер, дорогие веб-зрители. Я несколько дней не мог подойти к записывающему устройству, потому что все как-то перемешалось, разбилось на очень мелкие кластера. Жизнь, политика, новостные какие-то события. И из этого трудно было что-то выделить конкретное. Конкретным оказалось весьма грустное подтверждение мысли Альберта Эйнштейна, который говорил когда-то, что если люди захотят провести Третью мировую войну на планете, то Четвертая мировая война будет уже с дубинками. Так, собственно, и оказалось, когда покойный Стивен Джобс мечтал о выпуске айфона пятого, он надеялся, что он выйдет в скором будущем и не случись смерти этого гениального творца, менеджера. Возможно, еще бы в прошлом году, в прошлую осень мы бы имели эту игрушку, которая стоит непомерно дорого, но которую сейчас, практически сегодня, приостановили к выпуску. Произошло это в силу все тех же причин, о которых говорил Альберта Эйнштейн. Вот я сказал первую вещь, непомерно дорого. Я хочу сказать и второй постулат, который прослеживался все эти дни на Фейсбуке, были показаны и бликовые мерцающие экраны, были показаны и содранные краски с этих славных устройств. Да, и после этого оказалось еще более грустно. Американцы наотрез отказались принимать игрушку на внутренний рынок, который будет стоить более 200 долларов. И вот эти 1500 долларов, которые, в общем-то, ее оценили, вдруг потребовали большого и пристального внимания к этой игрушке. Я полагаю, произошло вот что. Китай не только динамично развивающаяся техногенная страна, но и страна, которая не прощает обид. Масса обиженных потребителей, которые получили недоигрушки в первые же дни продаж, должно быть, приехали и нажали по физиономиям вот этих своих некачественных по приготовлению айфон пятого собратьев. Завязалась потасовка, о которой, естественно, нам никто ничего не сообщит, да и неудобно это будет. Такой мощной корпорации, как и Apple, сообщать об этом, которая рекламирует, что у нее всего три завода в мире. И вот оказывается, что вот этот китайский заводик оказался наиболее революционным. Он решил каким-то образом поправить разработчиков айфон пятого и что-то упростить, где-то поджать с тем, чтобы выпустить несколько десятков миллионов левых айфонов. Но не иначе. Поэтому где-то не хватило краски, где-то еще чего-то умыкнули, как умеют в братском Китае. Ну и как следствие, сорок работников завода лежат с поломанными ребрами местной больницы. А самая технологическая игрушка образца 2012 года, айфон пятый, пока не выпускается. Вы понимаете, почему все это произошло? Почему сработало сразу технологические атовизмы и модерновая штучка? Потому что тут сработал один-единственный переключатель, переключатель времени. Мы техногенно прощелкнули где-то на три щелчка вперед. А в технологиях, в какой-то этике понимания своего места, мы начали отщелкивать какие-то щелчки назад. Многих расстроило и убедило в том, что это надо сделать и выпуск вот этих новых технических роботов, которые можно устанавливать уже не просто на конвейеры, а на конкретные технические рабочие места. И люди поняли, что ценность человеческого фактора на подобных производствах, как сборка, как приведение идей конструкторов в какой-то надлежащий человеческий порядок, уже от них не зависит. Но пройдет год, но пройдет два. И вот этих потасовок китайских, как в фильмах про китайскую прачечную, уже не будет. Будут стоять просто роботы, и они будут выполнять просто функции. Они ничего не украдут, не будет безбликовых экранов, на которых вот эти левые блики, не будет недокрашенных айфонов, не будет исцарапанных айфонов, не будет левых тайванских айфонов 4S, которые реально делают всего лишь 50% функции, чем и славятся. Ну и продаются, естественно, по цене в трое четверт дешевле, чем остальные 4S. Я еще накануне обратил внимание на то, что фирма Apple хочет скупить айфоны 4S за какие-то несмешные деньги. 375 долларов за каждый такой айфон. Потом я исследовал рынок этих игрушек, и оказалось, что да, в нем есть много недочетов, отвратительно работает интернет, более отвратительно работает Wi-Fi, но есть одно непреложное но. Это изумительная звонилка. Это очень хорошая, это добротная, звонящая машина, телефонящая машина, машина КОМ, совершающая, точно длежит совершать по глаголу английскому «to call» – соединять, обеспечивать связь. Да, здесь айфон 4S не заменил. И вот когда его стали забирать по такой немаленькой цене с рынка, 375 долларов за штуку, я уже тогда подозревал, что готовится какая-то провокация чисто ценового порядка. И да, действительно, айфон по цене 1500 долларов для неамериканских рынков – это более чем неуважение к тем технологическим вершинам, к которым пришло, в общем-то, современное, постиндустриальное, глобализированное общество. Мы знаем, что таких цен быть не может, не должно и таких цен не будет. Мы знаем, что очень скоро отреагируют многочисленные конкуренты. Мы, к сожалению, даже уже чувствуем и знаем, что скорость, времени – такая удивительная фирма, как Macintosh, как Apple, как всё то, что создавал 7Job, уйдёт на дно. Уйдёт на своё технологическое дно и началом конца послужила вот мне, как специалисту в области знаний о тех лифах, через которые прошёл Хевик Паккарт, и упал, чтобы подняться только на очень маленьких электронных гаджетах, там, печатные устройства, ещё что-то, ещё что-то. Он ушёл с рынка того, где его ждали и знали, как производить изготовители больших машин. То же самое сейчас происходит и с нашим Mac-производителем. Я не собираюсь с ним прощаться, его все очень любят, но он допустил какие-то глобальные, стратегические моменты неуважения к рынку. Он допустил, с одной стороны, информационную закрытость, а с другой стороны, он закрыл глаза на то, что делаются достаточно гадкие, безобразные, недотехнологические допустимые поделки. Он не пустил их под трактор, он не сделал того цирка, который делает у нас в стране масса американских корпораций, когда под треками украинских тракторов гибнут изделия людей, которые хотят контрафактно продавать музыку, продавать какие-то программы. Тут мы как бы в росте цивилизации, мы совершенно за этим ростом, как только выезжаем в Таиланд. Как только выезжаем в Китай, мы оттуда навозим черти что. И этот черти что в большом количестве нас уже немножко не устраивает. А фирма, который надлежит вести свою честь, плевать на это хотела. Так что, самое удивительное еще по всему оказывается, что и завод-то находится в Китае. и китайцы, и потребители бьют рожи китайцам-производителям. Это уже большой симптом говорить о том, что айфон 5 может оказаться последним в ряду айфонов. Так что я, возможно, тоже готов с ним попрощаться. Что касается меня самого, меня в последнее время беспокоят какие-то странные сны, о которых в общем-то много не хочу говорить. Я все время ищу иные планетарные сообщества, иные планетарные методы связи между людьми, населяющими определенные иные, немножко неземные миры. И вот мне показалось, что я попал в один из таких миров, которые умеют прочитывать Аллу. Но прежде чем я это понял, мне сначала показалось, что меня встретили достаточно небесоприятные люди, потому что они подошли ко мне как к некому кокону и аккуратно потянули за ниточку. То ли они потянули за нее, то ли они начали окутывать меня некой ниточкой, которая потихоньку начала обволакивать меня всяческими недетскими узелками, узлами, уздищами, переплетением узлов всяких. И я ужаснулся тогда, когда увидел, что практически весе до невозможности дыхания, страшном переплетении я стал орать на этих неземных людей, что они меня просто запеленали. Они говорят, нет, мы как бы наоборот, потянули за одну из возможных ниточек, которые вас опутывают и обнаружили, что вы в страшном жизненном цепноте. Вокруг вас страшным образом переплетены все ваши человеческие связи, все ваши духовные связи, все ваши нравственные, моральные, желательные побуждения. Это все вас давит. Вы в какой-то страшной петле, в которую загнали себя сами. Вам бы из всего этого выбраться, но не получится, потому что таким же образом переплетены куконы других людей, которые точно так же конкурсируют, как и вы сами. И говорит, единственное, что мы можем вам подарить, это некий мембратов, я говорю, что это такое, это некое устройство, которое будет усилием вашей воли отодвигать от вас все вот эти узлы, узлища, узлики, и оставлять вам внутреннее какое-то пространство. У вас внутри мира, в котором вы существуете, должна оставаться некая степень свободы. Без нее вы просто погибнете, вам не хватит душевного кислорода. Я действительно подумал, а что это такое, вот эта степень свободы, ее действительно все меньше и меньше. Редко в Киеве встретишь человек, у которых нет какой-то мобилки. Редко в Киеве встретишь какого-то человека, который не одевается в соответствии с какими-то правилами. А в это время детки, которые оставлены сами, идут при родителях маленькими биороботами, подходят к какой-то очередной скажем троллибусной остановке, и там, где незаметно просто находят кусочек который фанерки или пластика и жесточайшим образом дорывает его до огромнейших дыр. Тут же они находят какую-то оставленную кем-то пудовой бутылку от выпитого пива, жесточайшим образом разбивают ее. Таким же жесточайшим образом осколком вот этих стекол бросается пролетающих мимо птиц, отрезая ими этими осколками бутылочными головами. Кричать о том, что происходит с детьми не приходится. Они обречены быть таким пространством, которым мы не оставили им степени свободы оставаться ребенком. У нас не существует площадок для выгула подобных взрослеющих биороботизированных систем. Они уже знают, как работать пальцами по компьютерам сжать. Они не чувствуют падения желтого листа на асфальт. Они не слышат, когда где-то на соседнем переводке убивают пса, городского бродяжего пса. Убивают, он бежит так, что тут даже скрижет колес не слышен. А ребенок не слыша это идет по улице и совершает какие-то непонятные неадекватные нами непросчитанные поступки. Он пытается вырваться из вот этой самой ниточки, которая его опоясила. Он весь конвульсий от того пространства, который затягивает его со всех сторон, но в это время у него в руках очередной айфон, виндовс фон, углофон. Он такой, так все. Он ни на минуту не может представим быть, представим бы, чем это более плохим, чем все мы, которые точно так же поступали бы. Дай нам Бог получить, а лучше не дай нам Бог получить. Такое городское детство. Так что Эльберт Эйнштейн был прав, что мы сами себя обрекаем на какие-то новые, разрушительные дубины. Только очень часто, хочу я тут отметить особо, на больших городских массивах этими дубинками неожиданно становятся наши дети. Мир вашего дома и охранит ваш Бог.